Дорогие друзья, мы продолжаем выпуск, цикл передач под названием «Памятники Великой Перелок Москвы». Мы находимся в Краснокурсантском парке. Рядом проходит улица Красноказарминая. В этом Краснокурсантском парке мы видим памятник летчикам полка «Нормандия-Неман». Вот мы видим двух летчиков, которые идут широким шагом, чуть сзади на полшага в летном шлеме. Это, очевидно, наш советский летчик. А француз держит свой шлем в руке, но видно по его форме, у него развивается шарф у французских летчиков. Всегда они носили признак отличительный – это белый шарф. Полк «Нормандия-Неман» был создан в годы Великой Отечественной войны. Французское правительство, представители французского правительства, организация «Свободная Франция», обратились к Сталину с просьбой дать возможность французским воинам, французским летчикам воевать против фашизма, против гитлеровской Германии. Сталин дал на это согласие. И в декабре 1942 года был подписан указ о создании полка с названием «Нормандия-Неман». И уже с 1943 года воевали французы вместе с нашими советскими воинами. Летчики полка «Нормандия-Неман» – ну, там летный состав формировался из французских летчиков, а технический персонал обслуживания самолетов – это осуществлялось нашими советскими специалистами и воевали на советских самолетах, на «Яках» – истребители конструкторского бюро «Яков». За годы войны полк «Нормандия-Неман» выполнял свыше 5000 боевых вылетов, участвовал во многих воздушных боях, во многих операциях войсковых. И при участии вот этого полка были сбиты сотни фашистских самолетов. В 1945 году, когда закончилась война, полк продолжил свое существование, и уже по окончанию войны, по решению советского правительства, по решению Сталина, самолеты этого полка были подарены французскому правительству, и полк вот в полном составе убыл во Францию. Ну, давайте сейчас подойдем поближе, вот, посмотрим самих вот летчиков и прочитаем, что написано на постаменте. Вот на постаменте этого памятника надпись, ну, с этой стороны на французском языке «Aviateur du Dis-Vit-Rizemant Normandie-Nemann» Ну, летчикам 18-го полка «Нормандия-Неман». Этот полк «Нормандия-Неман» входил там в войсковую часть, которая называлась там 18-й гвардейский полк. Так им здесь так написано. Ну, и обойдем теперь с другой стороны этот памятник. Ну, вот с лицевой стороны мы видим герб этого полка. На нем написано «Нормандия-Неман», два нормандских льва, стрела. Очевидно, стрела там означает нападение. Нападение и даты 1942 год, 1945, ну, 1945 закрытый венком, наверное, в переходе этот памятник. И вот это годы участия полка «Нормандия-Неман» в Великой Отечественной войне. Обойдем с другой стороны. Ну, с противоположной стороны вот тоже надпись присутствует, но уже на русском языке летчикам 18-го авиаполка «Нормандия-Неман». Вот отсюда видно, как уверенной походкой идет советский и французский летчик. Надо сказать, что этот памятник, он здесь оказался не случайно. Вот памятник летчикам полка «Нормандия-Неман» здесь поставлен, потому что буквально тут вот недалеко от Краснокурсантского парка находится Введенское кладбище. И там похоронены летчики полка «Нормандия-Неман» и советские специалисты, технические специалисты, которые обслуживали самолеты. Ну, про это захоронение мы в некоторых своих роликах уже рассказывали. Эта территория там на Введенском кладбище, она юридически даже является территорией Франции. Вот, как я уже сказал, в 1946 году, значит, полк «Нормандия-Неман» в составе улетел во Францию и продолжил там уже военную службу уже в составе французской армии. На аэродроме «Лё Бурже» он был приписан. И летчики этого полка принимали участие во многих военных операциях. Ну, даже, можно сказать, на просто операциях, а воинах. Летчики полка «Нормандия-Неман» воевали и во Вьетнаме. Ну, это не в той войне, где американцы, там, в 60-е годы, а ранее. В Вьетнам же долгие годы был в французской колонии, и летчики полка «Нормандия-Неман» воевали в 50-е годы во Вьетнаме. Потом уже гораздо позднее, в 60-е годы, они воевали в Алжире, это уже было при генерале Деголе. Ну, и далее там менялись самолеты, самолеты «Яки», они устарели. Потом они летали на самолетах «Москита» британского производства, потом летали на самолетах «Р-Кобра» американских. То есть, многие там уже меняли самолеты. Но полк «Нормандия-Неман» в составе французской армии существовал. И в 2010 году летчики полка «Нормандия-Неман» участвовали в параде победы на Красной площади. Надо сказать, что полк «Нормандия-Неман» продолжил существование и в Советском Союзе. После войны вот этот 18-й полк, он тоже носил название «Нормандия-Неман». И летчики этого полка тоже участвовали не только в Великой Отечественной войне, а участвовали и в Корейской войне, когда там американский империализм пытался победить Северную Корею. Там наши советские летчики полка «Нормандия-Неман» тоже участвовали. На протяжении долгих лет там менялась организационная структура этого полка, но название «Нормандия-Неман» этот полк не потерял. В 2009 году он был, не знаю, по каким причинам расформирован, но в 2013 году снова был воссоздан и продолжает носить этот полк, 18-й, название «Нормандия-Неман». И по указу французского правительства, президента Французской республики, полку «Нормандия-Неман», он был награжден Орденом Почетного Легиона, высшая награда Франции, полк «Нормандия-Неман». И надо сказать, что в 60-е годы вышел на экраны Советского Союза фильм «Нормандия-Неман». Уж не помню, кто автор песни, которая тоже была посвящена летчикам полка «Нормандия-Неман». Не помню, к сожалению, забыл, кто там был и автор, но эта песня была очень популярна, и мой папа тоже любил ее про себя напевать, хотя он не служил в армии, к авиации не имел отношения. Там пели в небесах, но летали одних, потеряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Вот полк «Нормандия-Неман» – это пример героической воинской дружбы советского и французского народов. Мы отдаем честь воинам Франции и воинам Советского Союза, отдававшим жизнь за нашу свободу и независимость в борьбе с гитлеровским фашизмом. Это был выпуск, посвященный великим людям в переулках Москвы, памятнике в великим переулках Москвы. Подписывайтесь на YouTube-канал «Снеевый Борис», пишите комментарии, ставьте лайки и еще раз посмотрите на памятник воинам полка «Нормандия-Неман». У нас Краснокурсанский парк на улице Красноказарменной. Краснокурсанский парк на улице Красноказарменной.